Господи Иисусе Христе, я в среднем, поверь мне, Миша. Евангелие от Матфея, 3 глава, 4 стиха. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожи на чеслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед, толкование блаженного феофилакта. Иоанн располагал к покаянию и словам, и самым видам своим, ибо носил одежду плачевную. Говорят, что верблюд есть животное среднее между чистым и нечистым. Он чист, потому что отрыгает жвачку, а не чист, потому что имеет нераздвоенные копыта. Так как Иоанн приводил к Богу и мнимо чистый народ, иудейский, и нечистый языческий, и был срединой между Ветхим и Новым Заветами, то он носил одежду из верблюжьих волос. Все святые в Писании представляются опоясанными, как непрестанно пребывающие в труде. Ибо нерадивые и преданные чувственности, как, например, сарацины, не опоясываются. Они представляются опоясанными кожаным поясом, как умертвившие в себе страсти плоского вожделения, потому что кожа есть часть мертвого животного. Некоторые думают, что акриды – суть верхушки травы, которая иначе называется милагра. А иные, разумеет, под сим дикие яблоки. Под диким медом, разумеется, мед диких пчел, полагаемый ими в деревах и между камнями. Все толкование. Вот, кажется, тут добавлять нечего, но так как я занимался блаженным феофилактом здесь, там были старобрядцы. Стали смотреть дальше, что такое акриды. Открываем 11 глава книга, где левит, и прямо показывает, что это саранчаковое. То, что употреблял в пищу в пустыне Иоанн. Там перечисляются еще другие названия. Да вы что, да как? То есть под себя. Я если не ем, у нас их нету здесь, то как я могу есть? Да никак. Вот, если мы не едим там, то что не принято, это как вот по традиции сказать или по навыку, так родители мои не ели. У нас никогда не ели то, что считается нечистым. Это кержацкие поселения тут в Сибири, вот где мы находимся. И так нас приучали. Другие ели, зарили грачат молодых, потрошили их и ели. Ну какая разница, он утенок или грачонок, тогда есть было нечего. У нас не. И я ловил сусликов, у меня один брал здесь, Масалов Иван Ильич. И нам странно было, он берет и их есть. А мама моя как бы защищала и говорила, это кошечки полицкие, то есть полевые. А ну ж кроме травы-то ничего не едят от этого. А курица-то все. Вот ты плюнь, сморкни, там даже пьяная, если блюботина, она все съест. Я даже говорил как-то, положить на стол такое есть не будешь. Если ты увидишь, что это какой-то прибор перерабатывает, как вот сепаратор, есть не будешь. Но курица склевала, переработала, снесла яичко, мы едим, мы даже никогда не спрашиваем. А из чего, собственно, она набрала? Так кормила самым негодным, как свинью. Она все подряд ест. Так вот, саранчаковая, там дали весь объяснение такое, Иоанна Златоуста, о том, что вот она подлетает, саранча, падает на землю, и вот так еврейский народ в нравственности, то он каялся, то опять согрешал, прилеплялся. Я говорю, ну как может трава, верхушки травы падать? Тут он говорит, некоторые. То есть он сам не утверждает, но мнения какие были, и Блаженов и Пилак все это описал. Они не могут никак ничего сказать, потому что книги-то у них признаются за истинное. Ну а может это птицы какая? Я говорю, написано четвероногие. Ну а может у птиц были четыре ноги тогда? То есть на что угодно соглашаются. Трактор летать будет. Понимаешь, ну надо отойти от своего я, вот этого. Отвергни себя, это свое научение. Даже отвергнись себя, не могут люди объяснить. Я спрашиваю грамотных, вы же считали, да. Ну отвергнись, отвергнись. А что именно отвергнись, когда ты не знаешь, из чего я состоит? Я это мой навык, мое научение, мои привычки, мой характер. Вот этого отвергниться надо. Вот на этом как раз и ловят. Сатана, что подсовывает что угодно, лишь бы только сходилось с нашим. У старовера, говоришь, он ничего не знает, но мама наказала. Иконы должны стоять только на окне. Только на окне. Как у старобряцев. Должны быть только на дереве и на металле там бронзовое. А уже сейчас как рисуют там на стекле, мозаика, на бумажное. Это нет. Это даже не признают. Мы должны сами уже увидеть, соответствует это действительность или нет. Люди, которые живут рядом с морем, морепродукты-то там что только не едят. Ты посмотри, вот миноги-то что-то не продают. Какая она на рыбу-то там не похожа. Смотришь, они это считают хорошим. Но вот я не приучен, я не говорю, что нельзя. Нельзя. Вот в Китае там едят разных жуков, личинки, змеи. Во Франции лягушек. А что можно? Всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительным. Кажется, незначительное одно слово акриды. Но вот в этом слове акриды мы должны увидеть сами себя. А мы готовы взять эти акриды? Ну, сейчас бы я пришел к Киану Крестителю. А он мне угощает. Ну, дикий мед, мед я с удовольствием поем. Я родился в семье пасечника. Дед пасечник был. А акриды, вот эта саранчаковая, как вот сейчас на юге. Да не в жизнь я в рот бы не взял. У них, она летит саранча, там бьется, фонари на улицах. А там бабки собирают его, из него такое кушание сделают, котлеты перемалывают. Ну, любой ценой выжить. Вот Биар это показывает так, как он там все жует их и ест. До того интересно. И вот точно так же и во всех местах другого, местах писания. Не так, как я научен. Но теперь все сравни, посмотри, сравни со священным писанием и свое я отбрось. Это очень даже непросто. Ты попробуй от сарабряться. Вот смотри, что делать. Винник тянет. Ухватился что-то. Все ему надо. Никогда не было. Что-то в этом есть. Ухватит главное и тянет. А, так он раздирает. Это худо. Нельзя делать этого. Шарик. Это убрать, видик, надо его. Я сразу только понял. И надо просто научиться решительно идти против самого себя. В данном случае мое научение такое. А как у других народностей было? Как у них это было? Почему было? И сразу основание Библии. Вот мы ведем занятия. И меня по телефону звонят. Вот вы говорите, дело любое делать. Нужно четыре вопроса задать. Да, четыре. Первое. Духовное это или телесное? Временное или вечное? То, что я хочу делать. Там переехать. Еще что-то. Ну, а второе. Что говорит об этом Святая Библия? А потом, что об этом говорит моя совесть? Тут придется помолиться, потрудиться. Ну, а потом не принесет ли это соблазна бреда другим? Ответят на все вопросы. Ну, и найди тогда, как сейчас, сколько плюсов у тебя будет. И начинай делать. А всего ничего сокрит. Какие Господь дает нам разумения, рассуждения. Вот я один раз увидел, в Одессе был. А он стоит такие, как вот мокрицы. Ну, у нас там, я не знаю, с чем сравнить. Это уховертка называется, двухвостка там. Ну, маленькие такие. И он их стоит, щелкает, как семечки. Выплевывает остатки. Он привычник, этого я в рот не возьму. Не знаю. Дальше. От Матфея, 3 глава, 5-6 стихи. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская, выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Толкование. Хотя и крестились, но Иоанново крещение не имело силы отпускать грехи. Иоанн проповедовал только покаяние и приготовлял к оставлению грехов. То есть, вел крещение у Христову, которым даруется отпущение грехов. Всего толкования. Ну, это тоже, говорит, для прощения грехов. Надо понимать, что только вело для прощения грехов. Но прощения там не было. Даже вот слово «для» ему надо объяснить. Это намерение, цель Иоанново крещения. Чтобы верили в грядущего за ним. А если Иоанново крещение даровало прощение грехов, а зачем тогда Христос? Тогда легко так дойти до любого религиозного вождя, деятеля. Я вот с мусульманами беседую, когда я нашел для себя коронный стих. Римлян 6, 23. «Возмездие за грех смерть». Когда это разобрали, дальше свободно. «А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе». Они никто не могут перейти этот стих. Этот стих непереходимый для них. Какая смерть? Дальше объясняешь. «Когда ты сам мертвый, как возмездие-то? И иначе закончится». А теперь, как мы можем спасись, если все смертные и в аду? Ясно, что за грех кто-то должен умереть. Мы прямо выходим на Христа. И далее. От Матфея 3, 7. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, и идущий к нему креститься, сказал им, «По рождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Толкование. Фарисеи значит «отделенный», так как они почитались людьми, отличными от других, и превосходящими других по жизни и по знаниям. Саддукеи не верили ни в воскресение, ни в бытие ангела и духа. Слово же «саддукеи» значит «праведные». Ибо «саддек» означает «праведность». Они или сами себя называли праведными, или так назывались по ересеначальнику их садоку. И фарисеи и саддукеи шли к крещению не с добрую мыслью, как прочие. Потому Иоанн и обличает их. Иоанн строго говорил к ним, зная их строптивость. Впрочем, отчасти и похвалил, говоря «кто он внушил вам?» Он, девица, как случилось, что этот злой род пришел в себя. Называет их исчадиями ехидны, потому что как сии при рождении прогрызает ложесна матери, так и они убивали отцов своих, то есть учителей, пророков. «От будущего гнева», то есть от гиены, все оттолкование. Вот это прогрызали, так же какое-то надумое оттолкование. Я им никогда не пользовался. Сказать где-то бы, даже сказать просто. Я внутренне чувствую. Оно, во-первых, ничего не даст, даже если это так сравнить. Может быть, от садока. Ну а что означает саддукеи? Для меня важно, как сегодня это слово. Я нашел фарисеи. Это православное. Особенно старая обрядца. А саддукеи – это сектанты. Фарисеи все заповедь на заповедь добавляют, добавляют там предания. Ну то, что у православных это есть. Вот без этого нельзя, без этого не пошевелись и обложились этим всем. Ну пусть оно будет, но главное-то не забывать, что Господь во всем. А саддукеи, как сектанты, 11 книг из Библии выкинули. Соборы не нужны. Толкование святых отцов не нужно. Таинство, только слова одни его там и не было никогда у них. А где оно тогда спасение? И учения о церкви вообще никакого нет. Даже у самых хороших из сектантов, по моему пониманию, это у баптистов, его нет. О том, что нет церкви там, где нет истины хиротонии от апостольских времен. У меня даже самые близкие, которые, и те говорят, ну вот вы говорите, хвалите баптистов, а у нас природа вся баптистская. Так зачем мы тогда перешли в православие? За тем, что они не церковь. Что тут непонятно? Не церковь. Церковь там, где рукоположенные епископы, священники, диаконы. То есть признание это. Она в церкви находилась, Мария Египетская, но она не имела возможности причаститься. Марко Финский или Фращевский его называют. Что он всю жизнь там провел, 70 что ли лет на этой горе. Но он не отрицал священство, когда к нему серапион пришел, как они беседуют. Главное это в том, что ты признаешь, а не в том, что в доме епископа ты живешь. Часто было во время гонений, вот время советской власти началась. Какие епископы, священники? Люди ничего не имели. Ну, имели икону где-то спрятанную, иконой благословляли. Религиозного венчания нельзя было добиться. Никак. Но жизнь-то продолжалась. Признание. И как только появилась возможность, люди сразу пошли в храм, в церковь. Откуда же? Верующих не было, не было. А как в 43-м году открыли храмы, и храмы переполненные были сразу. Значит, были многие люди, которые таились в вере своей, неправильно были крещеные. Но так как по-другому уже шло, правильно-то было бы так, чтобы священники, верующие ходили. За ними власти гоняются. Кого-то поймают, кого-то нет. Вот как в житии святой Варвары. Он тайно приходит под видом воина, в виде нищего. А он пресвитер или епископ. От Матфея 3 глава 8 стих. Сотворите же достойный плод покаяния, толкование блаженного Феофилакта. Видишь, что говорит, не только должно избегать зла, но и приносить плоды добродетели. Ибо сказано, уклонись от зла и сотвори благо. Псалом 33.15. Все толкование. Тут что толковать? Тут все понятно. Твори добро. И это ежедневно. И этот стих, он может для тебя большую роль сыграть. Просчитал и сразу все время ставит на проверку. А как я подхожу по этому стиху? Вот этот стих проехался по мне, как я выражаюсь. Тогда оно и будет здесь запечатлено. Плод достойный покаяния. А так, сказал, а завтра опять тоже. У православных так. Сделала аборт, покаял. Ну, 40 поклонов там один день. Она на 10 лет отлучается. Правило Василия Великого второе. Убившее в утробе дитяти своего отлучается столько. А у нее абортов там десятки. И что? Ну ничего, за дверями она должна стоять. Вот она где. Выбил он ее. Боловной, а? И нужды тебе нет. Мамку обижаешь. Давай. От Матфея 3.9. И не думайте говорить себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Толкование. Им служило в погибель то, что они полагались на свое благородное происхождение. Под камнями, разумеется, язычники, из коих многие уверовали. Но Иоанн говорит просто, что Бог из камней может воздвигнуть чад Аврааму. Ибо и ложесна Сары по бесплодию были камнем. Однако она родила по Божию изволению. Воздвиг же Господь чад Аврааму от камней тогда, как при распятии его многие, увидев распавшиеся камни, уверовали. Все толкование. Ну, конечно, это образное выражение. Я очерствел из сердца. Главное это воздвигнуть детей. Это, конечно, тут не о Саре речь идет. Но толкование, прочитал его и все. Я вот это тоже никогда не употреблял. Просто для слова сказать. Ян Златоуст говорит, высохший ров. Имея в виду, что обыкновенная женская, то есть месячные прекратились. И все врачи тогда знали, что все. Рождение невозможно. Но оно произошло. Речь идет, конечно, о душах окамененных, бесчувственных, не принимающих истины. И Бог силен из них создать детей Аврааму. Вот и все. Главное в этом. В благовестии и возрождении. И все толкование священного писания, прямо или косе, должно быть направлено к этой цели. К признании Иисуса Христа своим спасителем. Принятие его. Если это толкование никак не захватывает, оно просто дает информацию для головы. Дальше. От Матфея 3.10. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Толкование. Секирую называет суд Христов. А деревьями каждого человека. Итак, неверующий посекается с корнем за неверие свое, вергается в гиену. Не сказал, которое не сотворило, но не приносящее. Потому что непрестанно должно приносить плоды добродетели. Если ты вчера оказал милость, а ныне похищаешь, то какие плоды приносишь? И как будешь приятен Богу? Все толкование. Угроза везде. Секира лежит у корня деревьев. Вот это надо вмонтировать в человека. А не так, что я пью, курю, а потом перед смертью лишь бород разинут. Батюшка что-то даст, проглотил. Все, собороваться надо. Вот это все знает. Ни о каком соборовании тогда еще речи не было. А о плодах добрых тогда речь шла. А какие добрые дела? Вон она вернулась ни с чем. Ну а почему не обращают на это внимание? Ну потому что сами священники не пережили духовного рождения. Они этого не знают. У них просто нет. Отсюда все. Есть духовное рождение, значит есть. А если нет, значит нет. Ничего нету. Дальше. От Матфея 3.11 Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Толкование. Иоанн сказал им, сотворите плод. Теперь показывает какой плод. То есть плод веры в грядущего за ним. А за ним шел Христос. Он был и по рождению, позднее его шестью месяцами и появлению. Ибо сперва явился Претеча, а потом Христос, о котором он свидетельствовал. Я, говорит, не достоин быть и последним рабом его. Или носить обувь его. Вот обувь, разумея, и двоякое сошествие его. Одно с неба на землю, другое с земли в ад. Ибо сапоги – суть кожа плоти и умершления. Этих двух схождений не мог понести Претеча. Ибо не понимал, как они совершились. Он щедро исполнит вас благами, дарами Духа. Тогда как мое крещение не дает ни благодати Духа, ни отпущения грехов. Но он отпустит вам грехи и щедро даст Духа. Все толкование. Вот здесь добавлять как бы нечего. Но вот эти не может понести, развязать обувь. Вот этим я часто пользовался. То есть в том моменте, когда Христос будет распят, и что за этим следует, никто не знал. И он не знал, и не понимал. А здесь это основная часть была. Он проповедует, продолжается это. А что будет дальше? Он не знал, не знал. Это очень сильное толкование. Я этот вопрос задавал неоднократно сектантам. Что значит развязать обувь? Ну, это работа низшего раба. В дом, когда входят, сандалии развязывали. Ну, это правильно так. А в этом что-то заключенное или нет? А когда вот это понимаешь, Два сошествия Христа, это сошествия на земле и сошествия преисподнюю, И чем они занимались, то делается понятным. А, вон оно о чем. Да. Ну, давай еще. От Матфея 3.12 Лопата его в руке его. И он очистит губно свое и соберет пшеницу свою в житницу. А солому сожжет огнем неугасимым. Толкование. Когда креститесь от него и потом будете грешить, Не думайте, что он простит вас. Нет. Он имеет и лопату, то есть рассмотрение и суд. Церковь, которая, хотя много крещеных, Подобно как на гумно собирается с поля все, Но из них одни оказываются плевелами, Каковы легкомысленные и направляемые к злу духами злобы. Другие пшеницей, Те, которые приносят пользу и другим, Питая их учением и делом. Неугасим огонь гиенский. Посему обманывался реген, Когда говорил, что мукам будет конец. Комментарии ваши. Принятие церковь через механическое крещение обмерщило И сделало неотличимой от мира невесту Христову церковь. С какой легкостью церковь пошла на это обмерщение ради земных льгот и выгод, Когда патриарши и монарши престолы соединились вместе. А теперь не просто трудно, а почти невозможно вернуть все в первоапостольской чистоте церкви. Сегодня священники не могут отличить не только овец от козлов и чесоточную овцу от здоровой, Но допускают одинаково к тайнам и волков, и змеи, и овец. А в начале было не так. Деяние 5.13 Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Отсюда вывод, как читаем в житии Макария Александрийского за 19 января, Что народ Божий, то есть те, кто называются верующими, Не только не прославляют внешнее, а презирают и ненавидят. То, что сегодня отпевают всех подряд, вызывает презрение за несерьезное отношение к делу спасения даже у демонов. Левитам 10.10 Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, Должно быть прежде чревоношение, то есть оглашение, И только потом рождение, крещение. А так как нет катехизации, то и получаются мертвые выкидыши. И происходит не рождение, а удушение, Когда человек и не научен, и не погружен. А согласно Слову Божию, он должен сначала веровать, А потом погрузиться в воду во святом крещении трижды. От Марка 16.16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Все комментарии. Это на сегодняшнее состояние церкви, переводить все, что там есть. Вот это самое, но и главнейшее. Чтобы увидеть, какие мы не такие, И как нам стать такими, какими нас хочет видеть Господь. Вот в этом все на учение. Об этом заботились пророки. Из-за того, что не было соответствия стандарту, Или сказать, образу, который дал Господь, За это кары все, начиная от Адама. Нарушение заповедей, презрение глаза Божия, лукавство. Ну, а дальше оно шло по нарастающей. Дети учатся у родителей. Родители не молятся, значит, ну, православные считаются. И живут там вообще неверующие. Ну, у меня ребенок крещен, и он так себя считает. Дальше живет, он не знает, лба ни разу не перекрестил. Не причащается. Ну, вот венчается, понимает, родители его в церковь сводят. Ну, а потом отпевать, отпевать. Вот и называют колесное христианство. Первое, значит, его в колясочке привезут. Покрестили, то есть лоб помочили ему. Все, христианин запечатлен. Второе, ну, шикарная машина, венчается. Ну, и третье, катафалк. Ну, можно когда-то увидеть это колесное христианство. Или бывает такое там, пасхальное. Один раз на Пасху приходят только по праздникам. И начать в этом направлении трудиться-то. Но священники знают здесь. Здесь они говорят, но они не знают, как это сделать. Вот они у нас были. Вот я говорю, ну, это понятно. Ну, как это сделать? Закрыть храмы. Это первое, что нужно сделать. Ну, а тогда что будет? Ну, как? Ну, я вижу, сосуд у меня грязный. Ну, грязный. А мне надо вымыть ноги, тазик. Что я делаю? Грязная вода стоит. Она стояла на улице, может, не один год. Вылить надо, прочистить, промыть и налить чистой воды. Мы так делаем с посудой везде. Готовим, когда пищу. Что тут непонятно-то? Ну, это всегда так делается. Если захламленно, ну, упал потолок на пол. А как ремонтировать? Ну, никак выбросить это все, что упало. По-новому все это сделать. И тогда начать оглашение, так называемую катехизацию. И по одному уже запускать. А кто это будет делать? Ну, тот, кто рожден свыше. Не имеет значения, священник это или нет. Желательно, чтобы был этот священник. Но их самих надо оглашать, они неверующие. Я тружусь на этом поприще, миссионерском, беседую. 51-й год, полвека. И у меня на двух руках умещаются священники, которых я видел, что они рожденные свыше. Другой раз говоришь им, другой раз нет. И рожденные свыше, как правило, те, которые пришли из сектантов, от баптистов. Там рождение свыше. Почти у всех. У православных почти ни у кого нет. Давай дальше. От Матфея 3 глава, 13-14 стихи. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо бы накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Толкование блаженного феофилакта. «Креститься чистый, дабы нас омыть и показать нам, что, приступая к крещению, должно наперед очиститься, дабы впоследствии не сквернить крещение, падая в грех по худому навыку. Возбраняет же ему Иоанн для того, чтобы зрители не подумали, что и он, подобно многим другим, крещается в покаянии. При те, чьи имел нужду очиститься от Господа, ибо и он, происходя от Адама, заимствовал от него скверну, порожденную прислушанием, а воплотившийся Христос очистил всех». «Все толкование». «Ну вот именно прежде крещения ты должен все оставить. Вот «Житие святой Зои», там говорится о том, как один там, кажется, его хроматий звать было, он на рабовладелец был, ну и уверовал. Уже входить в купель надо, погружаться. И священник говорит, ты отстал от этого, от прелюбодеяния, от этого, а он уже раздет. А тогда крестились, нитки на человеке не было, ничего не было, голый. Как родился, такое и выходит-то. Он говорит, а что ж ты раньше-то не сказал-то? Ну как раньше, я говорил, надо очиститься. То у меня две наложницы, я живу-то как мирской человек-то. Нет, говорит, пошел, заходит, он говорит, да куда ты, я не готовый. Опять оделся, вот приведу дела свои в порядок, пришел к наложницам, так и так, я христианин. Они его любят, вот как Петрония, кам-агридеши. Но он начинает свидетельствовать им, отпускает, выдать их замуж надо, наградил их деньгами, там что дал. Далее рабы были, рабов отпустил, вольно отпущенники, видимо бумаги какие-то выдавались, поменял им статус, после этого пришел, разделся и говорит, крести, теперь у меня другое состояние. Вот это необходимо. А тут приходят там олигархи, награбил там миллиарды, раздай все сначала. А куда я раздам? Ну не знаешь, куда, мне отдай. Мне. Я возьму. Я всю местность украсил бы здесь, чтобы сельское хозяйство, пол, миллиарды вложить здесь. Там, где люди верующие. Верующие поселения, школа открыть, престарелым дома, учителям, там, медикам, где бюджетники мало получают. Да у нас разве некуда деньги девать? Поднять землю, хорошую технику, проложить дороги. Ну то, что необходимо для нормальной жизни. Вот это нужно и необходимо буквально вдалбливать. Они этого не понимают. Тогда крестить некого будет, но и не надо. А что мусор-то гнать-то? Как лженисты говорят, тух-тух. Тух-тух это угнать. Этого не надо. Мы уверовали во Христа, значит, мы должны делами подтверждать ежедневно. Да, я отрекся, да, я туда не возвращаюсь, как пес на блевотину свою. Притом покаяние, это возненавидит свое зло. А было не так. Было не так, теперь нет по-другому. Я вот, когда беседую с сектантами, я нахожу, что одна из главных причин, что, я говорю, у вас нету исправления, у них точно такая же беда, что у вас нет исповеди настоящей, нет священства, которое может отпускать грехи, властью данной им от Бога отпустить грехи. Вы на исповедь не ходите, каждый варится в своем соку. А настоящая исповедь, о, это непросто, грех тебе сладок не будет, о нем надо рассказать, надо показать раскаяние, не только показать, но и действительно, что Бог посетил раскаянием далее. От Матфея 3.15 Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его толкование. Теперь, говорит, уступи. Будет время моей славы, но теперь я не обнаруживаюсь. Правду называет закон. Человеческая природа, говорит, подгверилась к проклятию, потому что не могла исполнить закона. Посему я исполнил все предписания закона. Остается одно, то есть креститься. Совершив это, я освобожу человеческое естество от клятвы. Это мой долг. Иисус крещается, будучи 30 лет, так как до этого возраста человек совершает все грехи. В первом возрасте преобладает неразумие, во втором, то есть юношеском, сильный пыл, похоти и гнева. А в 30 лет, когда человек делается совершенным мужем, любостяжание. Таким образом, Иисус выждал этот возраст, дабы во всех возрастах исполнить закон и очистить нашу природу, и подать нам силы побеждать страсти. Все толкование. Если мы это знаем, то это нам возможность открывается. В христианстве это изменение, перерождение. Я спрашиваю мусульман, как обращаются. Ну, если он сказал, а два свидетеля есть, я мусульманин, все, назад хода ему уже нет никакого. Это не игрушка. А он изменился, какой изменился? Он был блудник, остался блудником. Они блудство узаконили. Четыре жены, у христиан 4-й даже брак при смерти трех предыдущих невозможен. Канон. А у них сразу не больше четырех. И сколько? Ну, у него, двухсотый брак сейчас идет. Ну, что сравнивать-то? Это переплыть океан или шагнуть через какую-то маленькую лужу. Даже в вопросе вот этого вожделения ничего общего где нет. Ненавидящий брат человеку-убийца. А тут меч, война, завоевывай. Вот. Чтобы стать христианином, 3-5 лет необходимо. Его проверяют. Здесь ни одной минуты не надо. Остается такой же коварный, такой же злобный, какой был такой. Ну, ему потом будут говорить, будут наставлять, быть честным надо, платить аят, соблюдать намаз. Это прекрасно. Просто прекрасно. Ну, без Христа своими силами, ты, не знаю, праведности Божией, своей праведностью пытался Израиль достичь и ничего не достиг. Мне с буддистами не приходится встречаться. Их здесь просто нет. Но, разговаривая с евреями, мы постоянно должны обращаться к Ветхому Завету. А у них на первом месте Талмуд. А Талмуд, а дальше Шурхан Арух. Так что он пропитанный весь ненавистью к язычникам. Но в этом есть основание у него. Еврея, это тоже нельзя просто так взять и сказать, ты все придумал. Оно основано на книгах Моисея. Но это было только как тень будущих благ. Это был детоводитель ко Христу. Он довел и отдал Христу. Теперь человек возрастает. Они на этом заморозили ненависть. Если в яму попал язычник, этот Акун, то лестницу не давай ему. Если он умирает, ну и дальше все так такое. Не помогай. Наконец, правило было вынесено на соборе, что нельзя лечиться у евреев. А мне еврей делал операцию. На чем она основана? На том, что они попадали, когда в руки христиане, они что-то делали, люди умирали. Не на пустом месте это правило-то было. Но сегодня-то не так. Вот мы где ехали? В Буденовске были. Там вышла женщина. Я ее так определил, что она еврейка. Такой же обиход. Столько внимания. Столько заинтересованности. Побежала, тут же документ выписала. Я с евреями знаком. И нужно показать на Христа. И мусульман, я знаю, в лагере, здесь, в тюрьме работали. На этом, наверное, сегодня хватит. Еще два занятия здесь, и мы в Барнаул поедем. Сегодня у нас 2 октября 2013 года. Посмотрим. Последние известия должны быть. Ну, черты. Какие известия дадут нам сегодняшние? РАДИО РОССИЯ 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 РОССИЯ РАДИО РОССИЯ Продолжение следует...